Водитель автомобиля «Лада Ларгус» двигался со стороны Чистополя в Нижнекамск. Неожиданно на дорогу выбежал лось, который перебегал проезжую часть. От удара легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате ДТП больше всех пострадали пассажиры 64-го и 82-го года рождения. Они получили переломы и ребер. А остальные два пассажира и водитель автомобиля «Лада Ларгус» с многочисленными ушибами были доставлены в больницу. По словам охоты инспектора Эдуарда Иванова, ДТП с дикими животными на этом участке дороги – не редкость. Здесь уже не раз сбивали и кабанов, и лис. Больше всего аварий происходит с лосями. Встреча с этим лесным зверем чревата серьёзными последствиями. В основном они заканчиваются летальным исходом для дикого животного. В этот раз погибла трёхлетняя самка. При столкновении с автомобилем они обычно получают тяжёлые травмы. Это переломы позвоночника, рёбер, конечностей, а также разрывы внутренних органов, кровотечения. Поэтому они несовместимы. Травмы такие несовместимы с жизнью. По словам специалиста, столкновения с дикими животными чаще происходят осенью, когда у них начинается брачный период. Это беспокойный период, период воспроизводства. Вот поэтому лося пересекают различные дороги. У них здесь идёт путь миграции, путь перехода от одного лесного насаждения в другой. Поэтому водителям нужно быть предельно внимательными. Эдуард Иванов считает, что на данном участке дороги давно пора поставить знак с пометкой «Осторожно, дикие звери». Возможно, тогда водители начнут соблюдать скоростной режим и сократят число ДТП с участием животных. Регина Шигапова, Влад Семагин. Новости Татарстана. Ребёнок не видит, не слышит, но он осязает, что ему идёт волна любви. Человек это чувствует. Заповеди, по которым живёт особый мир добра и милосердия. Очень радует, когда к нашим детям хорошее отношение. Благотворитель Владимир Вавилов в программе «Достояние республики». Смотрите 15 и 16 октября в 11.30 и 19.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова